Возвращаемся к трилистникам. Сумели ли мы на сегодняшней лекции показать, что трилистник это не опривиальный музей? А как приводится трилистника, то есть интересно какие там пересечения? А помните, вот так рисовала или не так? Дело в том, что трилистников на самом деле два типа. Так? Точно? Да, да. Спасибо. Спасибо. Так, теперь давайте смотреть, ну собственно спускаем нашу самую стрелочку и смотрим в каждом пересечении какой знак Это какой знак? Он плюс или? Да. Ну как? Это плюс. Хорошо. Дальше что у нас? Плюс Плюс Так А здесь? Тоже плюс. Отлично. Значит П равняется отъем Н равняется отлично. Что мы теперь должны сделать? Вычислить Н минус П это будет минус 3, правда? минус 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 девятый умножить вот на ту сумму я просто буду ее сначала переписывать учитывая, что В это а будет а то есть это будет а еще будет а с плюс с квадрат делить на а с плюс c квадрат делить на а с как с одной стороны это замечательно но с другой стороны видно что даже для случаев вычисление прямо когда речь идет о сумме Кауфмана это вычисление довольно квадрат в этом когда я буду делить на будет как раз минус 3а минус 3а кубок минус 3 делить на а дальше плюс а с будет минус а с это минус а в пятой минус минус а плюс c квадрат делить на а 3а минус 3а исчезает осталось все таки разобраться с тем что такое c квадрат делить на а давайте его прямо напишем что такое c в квадрате это а в четвертой плюс а в минус четвертой так замечательно хорошо минус а уничтожается с этим а четвертой делить на а дальше у нас с вами вот это минус 3 делить даст нам не такое уж страшное отражение минус а минус а а минус все все совпало это книжки совпало честно я не пытался это самое вы действительно считали считали получили но видно что что на компьютере это быстро вычисляет но если вы хотите считать то на самом деле хотелось бы использовать как-то другую